Интересно здесь называют улицы, например, 6П, то есть 6-я промышленная. За спиной осталась улица, названная в честь Романа Ивановича Кузоваткина. В свое время он руководил главным месторождением страны Самотлором. Впереди улица Индустриальная, а справа и слева улицы Ленина и 60 лет Октября. Эта территория, зажатая между такими социалистическими ориентирами, именуется промышленной зоной. По масштабу она чуть меньше, чем все городские районы. На карте она отмечена серым цветом, и районы здесь называются панелями. Так, в 21-й панели теперь управление ГОИЧС, а раньше был центральный аптечный склад. По сложившейся в последние годы традиции, ангары в промышленной зоне перепрофилируют в торговые центры, которые разбиты на, как это принято сейчас говорить, бутики. Проезд 6-п пересекается с улицей Индустриальной, у которой есть и второе название – 5-п, то есть 5-я промышленная. Если перейти через нее, то там начинается практически неизведанная территория – дорога 11-п. Магазины, сервисные нефтяные предприятия, гаражи, а еще здесь живут люди. До центра города 15 минут ходьбы, до ближайшего водоема чуть меньше. Как называется эта цепь, проток и озер, сказать сложно, но в этом районе болот и озер через водные преграды перекинуты три моста. Один мост на улице Авиаторов, и там эта протока именуется рекой Рязанкой. Другой – чуть дальше, на безымянном проезде, а третий – по дороге на Рэбфлота. Рэбфлота – значит ремонтно-эксплуатационная база флота. Флота, как такового, в Нижневартовске практически нет, но ориентир остался, и это только малая часть Нижневартовской зоны, которая именуется промышленной. Хотя сами жители зоны называют места своего обитания с некой долей иронии. Например, здесь был даже свой Шанхай.